Народные песни и танцы. В аэропорту Катмандо. Команду из России встречают по-настоящему тепло. Они прилетели по приглашению Непальской ассоциации волейбола. На каждый матч настраиваешься как на последний. И неважно, это будет команда Непала, это будет другая сборная или просто команда, которая в России играет в чемпионат России. Поэтому с детства на каждый матч как на битву выходишь. Марина Бовешина – главная звезда команды, чемпионка мира и призер Олимпийских игр с Десина в роли играющего тренера. В остальном состав экспериментальный с прицелом на молодежь. Понятно, что будет немножко сложновато нам привыкнуть к этой команде. Но мы все-таки, наверное, за счет своего блока и за счет своей атаки должны обыгрывать эту команду. Программа у россиян обширная. Еще до игры экскурсия по Катмандо. Город древний со своей историей. Непал – это про духовность и умиротворение. Узкие улицы Катмандру, басидо, граммы и очень красивые, колоритные люди. Город не похожий ни на один другой на планете. Российско-непальским отношениям больше 70 лет. Еще в советские времена у нас учились немало непальских студентов. Вот, например, у Пендра Махато, выпускник Минского политеха, сегодня бизнесмен. Один из самых успешных людей Непала. И все русским очень хорошо относятся, потому что более 5000 выпускников из России в разных областях очень успешно работают. И Россия очень помогала еще в то время в Советском Союзе строительстве заводов, электростанций, дороги. И самое главное, что с русскими мы считаем, что у нас душа более открытая и просторная. Сегодня Непал принимает тысячи российских туристов, а власти страны стремятся к возобновлению прямого авиасообщения. Непальцы сами по себе очень дружелюбные люди, поэтому и такая встреча дружелюбная, теплая. Ждем от матча, мы, во-первых, ждем победы. Точные подачи и ювелирная игра у сетки. С первых розыгрышей российские волейболистки повели в счете. Россия! В итоге уверенная победа 3-0 по сетам. Во втором матче наши девушки также оказались сильнее. Впрочем, проигравших сегодня не было. Товарищеская встреча на волейбольной площадке – это еще один шаг к укреплению отношений. Евгений Давыдов, Владислав Дадонов и Мария Егорова. Вести из Катманду, Непал.